Меньше месяца осталось у переписчиков для сбора данных в ходе всероссийской сельскохозяйственной переписи. О том, как считают гектары посевных и сотки с картошкой на частных огородах из Сузунского района, сюжет Светланы Скаловой. Бейджик и планшет – вот главные атрибуты сегодняшнего переписчика. Наталья Задойнова не нарадуется. Так намного проще. И не надо носить с собой кучу бумаг. Все фиксируется в электронном виде. А обойти нужно почти каждый двор. Только в одном селе у нее по списку 478 точек. Говорит, трудностей с переписью нет. Жители охотно идут навстречу. Затруднения вызывают только некоторые вопросы. Бывает, что путаются люди и не все знают свои земельные участки. В основном отвечают быстро, ориентируются по местности, по огороду. У семьи Кройных и хозяйство, и огород. Хотя с выходом на пенсию пришлось отказаться от большей части хозяйства, кур и кроликов держать не перестали. Переписчиков встретили с пониманием. Это нормально все. Надо переписки вести обязательно. Должны знать все. Все это население. Сколько человек, кого, кто держит. Скота. Владельцам сельскохозяйственных предприятий и простым жителям предстоит ответить на вопросы статистиков о том, сколько у них земли, что садят и какое хозяйство держат. От результатов переписи будет зависеть экономическая стабильность не только отрасли или региона, но и страны в целом, поясняют специалисты. За 10 лет, конечно, у нас произошли большие изменения в сфере сельскохозяйственного производства, в развитии сельского хозяйства. Поэтому у нас страна требует получения новой официальной статистической информации для того, чтобы осуществлять прогноз развития сельского хозяйства, меры для воздействия, повышения эффективности сельскохозяйственного производства. Переписчикам предстоит обойти 27 сельхозпредприятий, а также около 8,5 тысяч личных подсобных хозяйств. Первые итоги переписи будут получены в четвертом квартале 2017 года, а окончательные проведут в конце 2018 года. Светлана Соколова, Николай Осипов, Новости ОТС.